Всем привет и добро пожаловать на канал Played Home. Сегодня посмотрим на игру, которая называется Overbound. В ней мы отправляемся на поиски камня огня, потерянного в глубинах времени. Король поручил нам его найти. Нам предстоит очень много и глубоко копать, автоматизировать добычу, создавать предметы и руны, строить поселение и не забывать про его оборону. Желаю всем и каждому приятного просмотра. О, боже. Ну и погодку нас встречает на этом дирижабле. Товарищ командир, я очень надеюсь на то, что вы знаете, куда мы летим. И также надеюсь дважды на то, что нас не будет здесь ждать банальное кораблекрушение, как это происходит во многих играх. Почему-то, по мнению разработчиков, по-другому мы не можем приземлиться. Обязательно должно что-то произойти. Командир, мы можем с вами поговорить? У меня так много вопросов, так мало ответов. Нет, никакого взаимодействия с ним у нас нет. О, там кто-то еще у нас один есть. Пойдемте, может быть ему требуется помощь? Чем он занимается? Ага, он закидывает уголь в топку. Мы можем помочь? Нет. Тоже нет никакого взаимодействия. Ну, раз не можем помочь, то хотя бы не будем мешать. А еще обратите внимание на то, что у нашего персонажа есть руки, ноги и вообще-то целиком тело. Многие разработчики на эту мелочь забивают, и в основном мы играем в залетающую голову с глазами, а здесь ощущается некая целостность. Это круто. Давайте посмотрим тогда хотя бы над чем мы пролетаем. Бог ты мой. Большая территория. Что у нас здесь есть? Есть снежный биом, есть леса. Я не знаю, что такое. Возможно, какие-то небольшие пустыни. Вон там так точно. А по правый борт. А здесь у нас темные локации. Это либо скалы, либо лава. И тоже у нас есть много леса. Начинается вертикальная посадка. Командир, я вас верю. Надеюсь, все будет хорошо. Надеюсь, в последние минуты ничего с нами не произойдет. Тихонечко, аккуратненько давайте где-нибудь приземлимся. Вот у меня еще вопрос по поводу таких вот непонятных выкопанных локаций. И кто сделал? Гигантский крот? Это будущий босс, с которым нам придется сражаться? Да, действительно, очень много вопросов. Там уже кто-то снизу хрюкает. Нас походу встречают. Так, высота. 99 метров. Покиньте корабль. Слушай, а хоть какой-то трап там или лестница что-то будет? Серьезно? Я же маленький. Ладно, окей. Ну, хорошо. Надеюсь, навык прохождения игр Assassin's Creed мне поможет. Допустим, вот сюда. Так, дальше отсюда мы можем куда перепрыгнуть? Теоретически, наверное, вот сюда куда-то. Сейчас попробуем подняться. Вот так вот аккуратненько. И вон туда. Нет, ну это прямо очень странно. Как-то прямо очень странно. 96 метров. 95, 94, 90. Отлично. Кабан. Безумный кабан. Ты друг или враг? Походу, друг. Видишь, свалил. Поздоровался с нами. Хотя он возвращается. Мужик, ты что, серьезно? Так, у нас на цифру 2 я вижу меч. Давай сразу-то встречать тебя. Куда побежал? На тебе. Вот так вот. Отъехал. Все, да? Не стоило тебе этого делать, мужик. Вот прямо не стоило. И покатился колбаской, а? Подожди, подожди. Стой, стой. Что там из тебя можно добыть? Из тебя можно добыть просто кабана. И слушайте, тут нарисовано 40 монеток. То есть, либо мы тебя можем продавать в дальнейшем, либо мы можем тебя сожрать. Что, в принципе, первое и второе нас полностью устраивает. А мы же таки своими маленькие. Грибы такие огромные. Наверное, на год их хватит, да? Камни добываются, да? Кусты тоже. Эти растения нет. Это тоже нифига. Камушки. Угу. То есть, что-то мы можем забрать, что-то нет. Ну, ладно. Будем дальше разбираться. На цифру 1 что у нас идет? Билдхаммер. То есть, строительный инструмент. Начинается ваше приключение. Королевский квест. Выполняйте задание, чтобы получить награду. Окей. Требуется 20 древесины и 20 камней. А у нас их сколько? А у нас их получается 6 и 15. Надо подкопить. Да, я еще слышу вот этот такой странный звук. Давайте попробуем взаимодействовать с этим камнем. Три короля, три брата, три королевских самоцвета. Искатели приключений вам поручено отыскать три древние реликвии рода гномов. Давным-давно эта земля перешла под власть нашего некогда великого королевства. Но в последнее время она постепенно приходит в упадок. Вы должны найти три королевских самоцвета. Элгарда, Гилграма и Тулгрима. Верните королевские самоцветы, принадлежащие им по праву рождения. Спасите их от попадания в чужие руки. И объедините их в одну мастер-руну. Бог ты мой. Какие-то глобальные цели нас тут с вами встречают. Что у нас здесь есть в левом верхнем углу? Вижу количество монеток. Получается 84. Это наше здоровье красная полоса. Зеленая. Ага, через шифт это у нас стамина. А сотка синяя это либо вода, еда. Ну, в общем, какой-то другой параметр. Будем разбираться. Ну, а пока начинаем тогда все добывать и изготавливать. На цифру 2 у нас идет инструмент. На цифру 3 это у нас что? Это у нас факел. На цифру... 4 это у нас типа флешка. И... Компас есть. Маяк. Ага. Q-инвентарь. Альт использования мышки. Ну, вот, в принципе, и все. То есть на... Ё-моё, это что за тень? Это облака так накрыли нас? Нифига себе, я сказал себе. Давайте тогда собирать ресурсы и искать место, где мы будем строить наше поселение. Где мы заложим ту самую основу. Надо найти, что не такое более-менее ровненькое и, возможно, где будет большое количество базовых стартовых ресурсов. Как вариант, в принципе, можно здесь упаднуть же этой горы. Тут у нас и древесина есть. Так, грибочками мы в любом случае будем собирать. Слушайте, интересно. А у нас... Я вижу, у нас есть хилка. А вот это... Лечебные травы. Не хилят грибы. А, грибы хилят. Да, восстанавливают еду и как раз-таки здоровье. Шикарно, всё, понял. С грибами вопрос решён. С кабаном правая кнопка мыши. Нет, никакого взаимодействия с ним нет. Слушайте, смотрите, какая полянка. Прямо командир знал, где нас высадить. Хорошее место для старта. Я думаю, если игра понравится, то мы можем её продолжить либо в формате видосов, либо стримов. Если много фарма, то будет неплохо, мне кажется, вводить её на стримы. Но, опять же, всё зависит от вас, понравится она вам или нет. Лайки, комментарии, здесь всё по стандарту. Ну и давайте искать место, как и где мы будем сейчас хоть что-то устроить. Мы можем с факелом в руках собирать ресурсы? Ага, пень мы собрать не можем. Ну тогда только разве что банальный ручной сбор. Как я люблю говорить, всё великое начинается с малого. Проблема в том, что... А, вы посмотрите, здесь кардинально другой биом. Здесь как будто бы какие-то джунгли, какая-то южная территория. Не, ну туда я, наверное, не пойду. Давайте всё-таки будем на возвышенности. Отличная локация, прямо очень. Построим, благоустроим всё. Вон, снега недалеко находится. Мы прямо находимся, можно сказать, в центре. В центре всех территорий. Да, командир определённо знал, где нас высадить. Окей, будем строиться вот здесь. Да. Кто-то бегает рядом. Походу, это хрюндель, да, носится. Лады, достаем наш инструмент. И давайте ставить королевские задания. А, ты прямо даже вот так вот, вы гляньте. Я, походу, здесь буду не одинок. Действительно, будем строить поселение. Где мы тебя установим? Ну, давай пока поставим вот сюда. Потом, в любом случае, я знаю себя. Мы это ещё поменяем тысячу раз. Добро пожаловать. Значит, что у нас здесь идёт? Это у нас идут задания. Стартовое задание. Угу. Надо поставить фундаменты. Надо поставить печь. И мы получим награду 250 монет. А, всё, я понял. То есть, задания здесь у нас уже автоматически седаны. Когда у нас есть определённый ресурс, или то, что мы с вами сделали, то у нас это отображается в количестве вот здесь. Мы нажимаем комплит и получаем награду. И у нас здесь идут задания разного. Толка. То есть, базовые задания, отвечающие за майнинг, за добычу, за производство. Но тут много всего, да. Тут прям дофига боёв. Турели. Даже турели есть. Нифига себе. Time to kill. Типа, время убивать. Надо убить орков. 15 черепов маленьких, больших. И мы получаем 50 рубинов, кристаллов и сапфиров. Ясно. Строительство. Куда же без этого, конечно, ожидаем. Это мы любим. Слушайте, как вариант, мы можем поставить небольшое поселение, построить, да, небольшое поселение прямо здесь на ровной территории. А потом мы можем прокопать тогда уже какую-нибудь огромную дыру в горе или построиться где-то внутри, например. Как вариант. Потому что, опять же, судя по трейлеру, что я видел, здесь прямо-таки майнинг, модернизация, подрыв территории, терраформинг. Он здесь по полной программе сделан. И это интересно. Так, ладно, дальше. О, открывается менюшка дополнительная. Сокровищница. Но у нас пока это все, видите, недоступно. У нас есть какие-то базовые вещи. Вот строительство есть из дерева, из камня. Не, пока будем делать из дерева. Люблю этот благородный материал, поэтому будем, конечно же, старт делать из него. А, майнинг здесь нарисован, просто взрывчатка. Мне это уже определенно нравится. Так, для тебя требуется что? Это у нас идет апгрейд стейшн. Здесь у нас идет изготовление базовых инструментов. 25 древесины, 25 камней. Дальше. Это задание. Ресерч стейшн. Это, получается, где мы будем получать технологии. Как здесь это указано, да? Изучать неизвестные технологии. Переплавка материалов идет. Даже маркет есть. Можно будет торговать. А, все, теперь понятно по поводу монеток. И кукинг, ну, котел, да, для приготовления пищи. Ну, я думаю, мы начнем все-таки с домов, да? У нас есть, это, фундамент. 1 на 1, фундамент 2 на 2. Есть и на 1 на 1, 2 на 1, 2 на 2, 1 на 1, 1 на 1. Но здесь все в базе идет именно 1 на 1, то есть блок на блок. Для крыши все, лестницы вертикальные. Есть пол. Короче, надо закатывать рукава и начать строить. Сколько стоит фундамент? Фундамент стоит у нас 2 древесины. Не густо, да? Я думаю, мы тут, наверное, все-таки не пособираем такое количество. Хорошо, а если мы пойдем от обратного? Если мы попробуем тогда сделать некую кузню, где мы будем изготавливать себе инструмент? Надо только дерево подсобрать. Давайте попробуем именно таким образом поступить. То есть, сперва изготовим инструмент, потом уже будем смотреть, как у нас будет идти добыча деревьев. То есть, не просто сбор, 22 штуки, а именно рубка. Также предлагаю по классике жанра, как мы с вами строим и играем в такие игры. Это, естественно, мы никогда не рубим около дома, чтобы у нас всегда была около дома зелень, чтобы была классная, крутая, живая территория. Понятно, что придется за ресурсами дальше ходить, но ничего страшного. Глаза боятся, руки делают. Забираем грибы. Вот так вот. Сколько у нас уже получается? 37 штучек есть. Шикардосно. Тогда устанавливаем тебя. Какой ты здоровенный! Ё-моё! На фотке такой маленький. Хорошо, поставим тогда недалеко вот здесь. В любом случае, это придется нам переносить еще миллионный раз. А его и не поставить, слушайте. Что-то ему мешает. А, вот так можно поставить. Хорошо, пускай будет так. Почему бы и нет. Что мы здесь можем сделать? Ага. Здесь у нас идет инструмент из камня. Это первая вкладка. Вторая вкладка, upgrade station. Ага, это когда мы ее прокачаем, у нас будет уже железный инструмент и так далее. Но нас-то сперва интересует... Здесь даже навигатор. Навигатор, который будет показывать. Где находится руда. Прикольно. Мне нужен топор. Для топора идет 10 древесины и 10 камней. У нас этого всего в достатке. Изготовили. И он у нас оказался в инвентаре. Да. Но в тулбар не упал. Хорошо. Меняем местами. Допустим, вот так мы это сделаем. Вот сюда мы сделаем таким образом. Пробуем рубить. Значит, мы строить с тобой мы с вами вот здесь. Эту территорию мы оставляем. Следовательно, эти деревья мы тоже не трогаем. А эти деревья... Ребята, извините, вы выросли не в том месте. Не повезло, не фортануло. Да. Дерево добывается. В количестве... Получается 5 штук. Да? Не, нифига. Это он, получается, по удару делает. Одна штука. И финальная дает еще Х5. Да. Вот так это работает. Убираем эти деревья. Раз у нас был фундамент один на один, и он ест две древесины, то... Сейчас штучек 50 мы с вами наковыряем. И после можно будет ставить уже основу нашего поселения. Так, а это большое дерево можно отсюда брать? С него, наверное, выпадет соточка. Три, четыре, пять. И еще Х5 выпало. Угу. То есть десятка с него выпала суммарно. Я правильно посчитал? Пять. Да, все правильно. Семьдесят с лишним у нас единиц дерева есть. Там, кстати, у нас еще бревна валяются. Он прямо где-то здесь рядышком хрюкает. Ничего, дохрюкается, дохрюкается еще. Давайте уберем всю отсюда растительность, которую, в принципе, возможно убрать. И будем пытаться выводить тогда сюда фундаменты. Как у нас это делается? Где у нас была вкладка? Вот она, да? Фундамент. Так, ротация у нас есть. Это уже хорошо. То есть можно будет выбирать направление самих досок. И, допустим, мы тебя поставим вот сюда, на этот уровень. Первая есть. Ну, сделаем такой небольшой заходик. И давайте сцеплять. Самый главный вопрос, как мы будем широко здесь это все отстраивать, это прямо пока что непонятно. Но я думаю, мы решим этот вопрос. Нам главное заложить основу. Нам главное сделать фундамент. А, слушайте. Там у нас была возможность поставить дома, да? Тогда, как вариант, я предлагаю прямо к этому большому дереву подцепиться. А здесь мы будем делать производство. Да, так и поступим. Тогда сейчас чуть поближе тебя выведу. Вот сюда. Вот сюда. И у нас это будет прямо наш такой вот визуальный маркер, наш маячок, где находится наш дом. Вот сюда. Так, стоять. Вот так. Сделаем тут, наверное, даже еще один слой такой и добавим. Там, конечно, я видел, что у нас были еще два на два, но мне вот такими вот единичными блоками удобнее формировать основу каркаса, так называемый. Нет, здесь, наверное, уже, хотя... Пока не будем, да. Пока пропущен. Вот здесь еще поставим пачку фундаментов. И сюда добавим. Что касается дома, ну, я не думаю, что, наверное, будем на старте заморачиваться с какой-то огромной хоромой. Какие-то такие простенькую, какую-то простенькую хижину сделаем. Может быть, два на два или два на три. Ну, такие вот, знаете, расовские стандарты базовые. Сейчас по дереву. У нас семь штук осталось. Надо пойти немножко порубить. Вон, пойду к тому большому дереву. Сейчас это сделаю. Ну, и тебя не трогаем. Ты слишком близко находишься. И где-то проверить эту пальму. Если срубить, то мы получаем какую-то особую древесину или то же самое? Да, то же самое. То есть, получается, только исключительно за визуал отвечает. По ресурсу то же самое падает. Вон кабан стоит. Давай сюда, поскочим, побормочим. Иди давай. Ты прямо надоел там хрюкать уже. Вот и все, как его раскрутило. Кабанчиком к нам иди сюда. Отлично. Нам нужен топор. Предлагаю вот это большое дерево. По левую сторону. А оставить. Пока его не будем трогать. А что тело не пропадает, интересно? Не, нельзя добыть его никак. Это уберем, а то оставим. Готово. Еще у нас древесины сколько? 40 единиц. Маловато. Давайте еще немного пофармим. Ну, заодно и камни пособираем, и прочее. Итого у нас 100 с лишним единиц древесины. Я думаю, пока достаточно, можно возвращаться к нашему дому. Ну, по дороге будем тогда камни собирать. Там, я правда, еще видел у нас в столе инструментов есть возможность сделать кирку, но чуть позже ее сделаем. Пока камушки так, просто пособираем. Сейчас такую классную здесь хижину себе сделаем. Так, такой хороший здесь сделаем уют. О, потом перенесем все объекты, естественно, на фундамент. Ну, раз здесь такие у нас жесткие перепады по самому ландшафту, это неудобно, естественно. Значит, надо будет как-то это все дело обыгрывать. Значит, что нам требуется? Нам требуется тогда стеночка. Возьмем шаг, допустим, вот отсюда-сюда, да? Раз, два. Далее давайте сделаем разворотик вот сюда. Далее поставим, допустим, как вариант, вот сюда окошко. Дальше поставим стенку. Ну, такого плана, да? Затем, 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 затем. Ну, наверное, здесь еще поставим стенку. Здесь туда не будем не стоять никакие окна. Поставим в одно окно вот с этой стороны. И здесь это сделано дверной проем. Идеально, простенько и со вкусом, да. Что у нас по крыше? Крыша нам также была бы нужна вот эта, да? У нас других вариантов сейчас все равно нет. Как мне тебя поставить-то? О, слушайте, а мы можем даже сделать с небольшим выносом ее. Ну-ка. Как это будет смотреться? Слушайте, а это выглядит очень даже неплохо. Прямо очень выглядит неплохо. Только проблема в том, что сейчас здесь нихрена не видно. У нас там была световая. Да уж, световая, блин. Я просто боюсь, если честно, как-то... И рассвет. Погода, ты что, наприколе, что ли? А что так... О! Это самые быстрые ночи. Прямо как в Петербурге, да? Светлые ночи. Это радует. Это радует. Ладно. Тогда начинаем пришпандоривать тебя. Вот сюда. Вот сюда и вот сюда. То же самое делаем с этой стороны. Не цепляется, зараза. Ага, зацепилась. И вот сюда. Нормально? Нормально. Нет, не нормально как-то, по-моему. Получилась крыша у нас. Да, надо малость это все дело скорректировать. Сейчас сделаем. Ну-ка, так. Великолепно. Ровненько было бы. Если бы, да? Не, не получится. Она просто сползает. Ну, вариантов немного. Тогда оставляем такой вот обычный склон. Так. Ага. Нет, надо дождаться, когда настанет рассвет. Это прям вообще нифига не видно. Слушайте, а с крыши здесь прямо реально придется повозиться? Не так-то просто, как кажется, это все дело у нас тут устанавливается. А вот так. Ну, она, видите, все равно идет такой некий нахлест. Ну, ладно, тут без вариантов уже, да. Конечно, я так смотрю, можно отвязать от сетки, но... Это выглядит малость... Ну, так, стрёмно, поэтому не буду. Сделаем пока, в любом случае, основу, а дальше уже будем потом модернизировать и улучшать. Добавляем тебя вот таким вот образом. Все. Наш такой базовый домик таким вот образом... Ой, упал. Выглядит и, по сути, готов. Единственное, я только не нашел, где у нас тут находятся двери. Ну, возможно, их надо изучить и появятся чуть позже. Я все-таки пока тут немножечко решил заморочиться с этой крышей. Попробовать подстроить под сетку другую. Это прям возня. Это прям возня. Ну, потом, в общем, оставлю. Так, дальше что мы должны с вами сделать? Предлагаю туда поставить сразу кровать. У нас как раз-таки древесины хватает. Поставим ее, допустим, сюда в уголочек куда-нибудь. Сейчас она влезет, нет? Давай, родимая. Во. О, отлично. С тобой какое-то взаимодействие у нас есть? Да. Типа, респаун-поинт. Угу. Только единственное, надо поправить. Но она ближе не встает. Ладно. Дальше нам надо с вами будет тогда сделать еще какой-нибудь тогда, допустим, сундучок. Вот здесь сбоку мы воткнем его, чтобы можно было хранить свои вещи. Все шикарно. Место, где мы спим, есть. Домик у нас такой маломальский готов. Естественно, я его еще трансформирую и модифицирую. Теперь нам нужно что? Нам нужно тогда с вами поставить куда-то мастерскую перебросить. Для этого нам потребуется еще целая пачка фундаментов. Сейчас сделаем. У нас дерево... Ну, у нас дерево достаточное количество. Вот сюда. Попробуем сейчас его перебросить. Где там наш верстак? Тебя мы разобрали. Единственное, не посмотрел. А, все правильно. 25 единиц мы обратно и получили. Все, что потратили. Там что-то снизу кабан начинает беситься у нас. Ну, ничего, побесится и успокоится. И тебя мы поставим вот сюда. Хороший вариант. По-моему, отличный. Рядышком дерево у нас тут еще имеется. Что по блокам у нас с правой стороны? В идеале, конечно, наверное, будет еще один добавить, да? Сейчас мы это сделаем. Вот ты. И вот сюда. А, подождите, стоп. Развернуть тебе надо вот таким вот образом. Во. Там, как и раз, я около дома тоже специально оставил. Такой небольшой кусочек фундаментов под некий балкон. Террас такую себе сделаем. Сюда доливаем. И вот здесь. Готово. Далее. Товарища предлагаю отсюда перенести куда-нибудь уже поближе к нашему дому. Ты здесь больше не нужен. Перебрасываем тебя вот сюда. Прямо около дерева, кстати. Как вариант, может, тебя можно поставить. Вот тут. Во. Шикардос. А, вы посмотрите, как все отлично у нас работает. Все около дерева. Все прямо укрыто. Все на своих местах. Единственное, что не на своих местах, это, знаете, что это ресурсы. У нас закончилось дерево. А нам требуется дерево. А, нам требуется еще железо. Угу. Железо. Железо переплавленное. Здесь еще требуется уголь. Так, это интересно. Надо посмотреть. Нам, наверное, потребуется кирка. В общем, нужно дерево. Камень. Поиск руды. Ё-моё. Подожди, а стоп. А у тебя в наградах же, по-моему, была, да? Мы смотрели, и там у нас была... Вот она. Требуется 100 единиц дерева выформить, и мы получим как раз-таки навигатор первого уровня. Короче, я за деревом и камнем. Сейчас быстренько тут надобываю всего и вся. Так, добываем, только щепки летят. По поводу игры, еще такая небольшая информация. Значит, на данный момент она только для одного игрока. Но разработчик уже заморочен тем, чтобы у нас здесь был кооператив. Два гнома. Здесь определенно, конечно, будет... Ну, это будет очень удобно и очень круто. Итого, у нас с вами уже 100 с лишним камней, 130 и 158 древесины. Все, можно домой идти. Жалко, что у нас, конечно, кнопки М нет. И нет возможности посмотреть на карту. Хотя, слушай, а по поводу... А, это установка требуется сапфира. У нас таких нет. Можно будет поставить маяк-то, да? И, наверное, как раз-таки к нему у нас и будет все время везти. Все, понял. Похожая штука была у нашего командира на дирижабле. Он тоже летел. За ним была такая вот пыльца. Он прямо шел по этому магическому маркеру. Окей. Все, мы на месте. Кстати, интересно, а мы можем спать, чтобы ночь пропустить? Нет? Не получается. Да, здесь только точка для респауна. Если вдруг мы погибнем. Лады, значит, дерево мы добыли. Давай, give me the money. Где это у нас? Комплит первая. Комплит вторая. Больше у нас здесь ничего не выполнено. Так, здесь по майнингу у нас что-то сделано. Ну, здесь требуются рубины. Изготовить печь. Изготовить уже слитки. Господи, боже мой, сколько здесь всяких объектов-то? Ё-моё. В комбате у нас, естественно, ничего. Здесь, ну, здесь вообще требуется поставить еще скамейки. У нас скамейки нет. Как вариант... О, тысячу монет. Слушайте, надо поставить всего лишь еще несколько стенок. Мы их можем просто поставить. Да? Фундаменты мы более чем выполнили. Надо еще три окна поставить. Один верной проем. Сейчас сделаем пять сек. Я просто наляпаю и все. Один верной проем поставить. Дальше требуется еще пачка окон. Что там тебе еще надо? А, еще одно окно и... Господи, ты боже мой, 13 штук еще надо будет поставить стенок. Сейчас сделаем. Такого количества достаточно? 18. Не хватает 2. Точнее, 2 стены. Сейчас мы тебя в пиндюре. Вот сюда раз и сюда два. Давай косарик сюда. Изи манни. Готово. Плюс тысяча к нам упала. А, кстати, почему я не вижу их наверху у нас? А, они у нас вот здесь объединяются. Причем стак получается тысяча монет. Понял. Ну что, гном, мы тебя знаток, кстати, обманули. Вот так вот. Построили. Это удалили. Нам это больше не нужно. Готово. А денежки-то не списали из карманов? Не, хорошо все. Ну, там требуется уже больше всяких других вещей, которые у нас идут под камень и прочее. Увы, сейчас сделать не можем. Но тогда, тогда, тогда нам нужно теперь найти железо, да? Он нам вообще дал эту штуку-то, да? Навигатор первого уровня. Ну, давайте, допустим, поставим его на цифру вот сюда. Маячок сюда пока перебрасываем. Как у нас он работает? Давайте смотреть. Цифра 5. А, кстати, стоп. Цифра 5. Нам нужно сейчас инструмент еще сделать. Давайте сделаем. У тебя. Нам нужна вообще лопата. Давайте сделаем тоже лопату. У нас будет абсолютно весь инструмент, который есть в игре. Все сделаем, все произведем. Меняем вас местами. И вот так вот. А тебя сюда. О, шикарно. Получается, у нас сейчас будет идти этот добыча... Точнее, поиск на цифру 6. Нихрена не понятно пока. А, мы выбираем, что у нас он будет искать. Ну, нам... Подожди, стоп. А что нам нужно-то? Нам нужно для строительства. Для строительства, допустим, тебя требуется железо. Здесь железо. Тоже железо. А здесь железо и уголь. Давайте начнем все-таки с железа. Цифра 6. Железная руда. Она что, прямо где-то под нами, что ли, находится? Я правильно понимаю? Мне этой гранати, что напоминает? Гидронир. Ну, наверное, какой-то некая автоматизация своей будущей. И... Вулканноид. Не знаю, почему. Вот такие вот идут ассоциации. О-о-о-о! Как застучало-то, посмотри. Прямо где-то вот здесь, да? Ну что, нам нужна лопата или что? Ага, лопата что-то, походу, копает другое. А, лопата копает с сеткой сразу же. Рошайся кирка. О, это наша тема. Это нам нравится. Единственное, знаете, что надо сделать? Надо сделать так, чтобы у нас с вами были запасы древесины. А они у нас есть. Окей. Где железо? Вот оно. Ё-моё. Ну, вы представляете, сколько здесь можно будет копать? Да, охренеть. Куча ресурсов, куча руды, куча разных кристаллов. Да. Я думаю, действительно, было бы неплохо, наверное, на стримы вывести. Давай добудем. Сколько у нас уже железа? 22 кусочка. Нормально. Мы сюда вообще вылезем, нет? Ну, если что, тогда будем наиски скопать, чтобы можно было сделать себе хоть какой-то подъем. Сейчас мы проверим с помощью датчика. Да, мы пока в нужном месте находимся. Видать, руда разбросана. Здесь, видите, надо прямо все добывать. Больше железа. Надо как можно больше нам этого железа. Сколько мы уже добыли его? 34 штуки. Давайте, наверное, еще немного подолбим. Единственное, здесь у нас проблема с освещением. Поэтому, как вариант, наверное, как только начнет темнеть, сразу отсюда сваливать. У нас не так много с вами этих самых фаеров. Но в любом случае... О, забираем. Мы не так далеко от дома. Главное, чтобы прямо к нему туда не прокопаться. Хотя будет неплохая идея, если мы с вами сделаем еще вокруг этой железной шахты окантовочку. И можно сделать сюда вообще лестницу. Слушай, это, кстати, прям вообще хороший вариант. А ну-ка попробуем. Прокатит сразу же это или нет. Или надо еще... О, железо. И здесь железо. Прямо рядышком находится. Я хочу выбраться вот отсюда. Спасибо. Как бы нам это все обыграть? Допустим, здесь у нас будет железная шахта, да? То есть мы тогда с вами... Давайте брать наше стандартное дерево. И сюда тянуть фундамент. Ой, ну это, конечно, будет прямо заморочка. Почему сюда тянуть придется фундамент? Потому что мы цепляемся под один уровень. Надеюсь, это будет все работать. Они в воздухе висят? Да, висят. Значит, надо будет тогда делать дополнительные пристройки. Либо пилары, либо какие-то балки еще, не знаю. Что-нибудь придумаем. Где, кажется, наша не пропадала, правильно? Пока вывели тебя вот сюда. Слушай, ну мы дерево с вами нарубили. Прямо, мама, не горюй. Нам хватит на... Ну, намного, да. Определенно намного его хватит. Допустим, дальше можно будет тебя подвезти вот сюда еще. Несколько таких слоев мы сделаем. И сделаем прям полноценную шахту. Это будет здорово. И это будет необычно. Вот сюда мы прокопаем. Дальше нам требуется кирка. Давай уберем. Давай уберем. Вот это все. О! Железяка торчит. Дальше уберем, наверное, еще вот здесь. Допустим. Эту территорию мы можем перекрыть. А эту мы... О! Ты смотри. Прямо здесь. Прямо рядышком находится. Далее. Нам тогда потребуется лестница. Слушай, она вообще объединится, интересно, или нет? Ну, по идее, наверное, должна. Да. Она объединяется с фундаментом. Он туда вниз. А здесь мы закрываем вот эту как раз-таки территорию тоже фундаментом. Ничего больше не мешает. Все отлично. Все здорово. Все культур-мультур. Все по красоте. Как говорится, нормально делай и нормально будет. Хочу тебя вот сюда поставить. Во! А здесь у нас уже не объединяется, да? Ну, я в любом случае даже по текстуру попробую ее туда запиндюрить. Не, не выходит. А если убрать? Чуть-чуть вот здесь и вот здесь. Нам это мешает. О, привет. Забрали. Сейчас мы сюда поставим последний блок. И готова наша с вами шахта. Ну, такая небольшая. Здесь, естественно, мы там сделаем тропинки, переходы. Надо пока пошиться. Надо немножко повозиться. И все будет замечательно. Это убрать. Там стенки мы тоже перекроем. Единственное, что здесь у нас все фундаменты, конечно, висят в воздухе. А, мы здесь пол поставим. Точно. Вот что здесь надо сделать. Здесь мы поставим пол. Попробуем, во всяком случае. Будет ли так это работать? Если нет, то, значит, нет. Удалить тебя. Тебя. Здесь мы тоже удалим. И вот этот у нас, получается, висит, да, в воздухе. Вот. Этот мы оставляем. Где у нас идет пол? Один на один. А, он, слушайте, он даже визуально точно такой же. Вообще шикарно. Стабильность передали. Опоры больше не мешают. Идеально. Копай? Не хочу. Классно. Но это мы сделаем чуть позже. Мы, в любом случае, получили какое-то базовое количество железа. Давайте, наверное, доделаем вот здесь кусочек вот этот. Чтобы уже он не мешал и не маячил, как говорится. Сюда. И вот здесь добьем. У нас еще 61 дерево есть в кармане. Мы тут можем все закатать в это дерево. Будет шикарно. Далее. Значит, мы железо получили. Нам теперь требуется поставить, да. Значит, здесь требуется двадцатка. Это ресерч стейшн. Здесь у нас идет магазин сорокет. Ну, давай поставим тебя, допустим. Ого. Я тебя понял. Прямо большой. Большой магазин. А, подожди, не магазин, а этот ресерч. Будешь здесь находиться? Я думаю, потом вокруг каждого этого объекта можно будет поставить какую-то крышу, небольшие стены и прямо интегрировать его в объект. Будет поселение. Будет действительно классное, крутое поселение. На тебя хватает? Походу, не хватает. У нас 38 осталось железа. Ладно, сейчас пойдем покопаем немного. Но сперва посмотрим. Что у тебя есть? Оу. А здесь за бабосики мы открываем новые технологии. Апгрейд стейшн. Второй уровень. Три тысячи монет стоят. Сколько у нас денег вообще? У нас тысяча пятьсот пятьдесят. Почему-то они не отображают. Странно. Печь. За косарь у нас идет. Дальше. Конвейерные ленты, пластины, навигация на поиск руды. Ё-моё, сколько здесь ее. Уголь, железо, медь, золото, серебро, руд. О, бог ты мой. Не удивлюсь, если внизу еще подземелье в каком-нибудь лавовом биоме живет дракон. Далее. Вы гляньте. Двенадцать тысяч. Бур. Гигантский бур. Конвейерные ленты, плавилки, сборщики идут. Так, это пресса. Переработчик очиститель гемов сто тысяч. Мужик, ты на приколе? Что-то здесь много технологий. Шкафы. О, шкафы, таблички. Ну, как раз-таки, наверное, и двери здесь найдем. Взрывчатка две пятьсот. Угу. Ладно, ну, начнем тогда, наверное, все-таки с плавилки. Открываем тебя. И больше нам ни на что не хватит. Наши финансы, кажется, поют романсы, да? Три... А, точнее, почему триста? Это пятьсот. Пятьсот пятьдесят монет осталось у нас. Ладно, оставим тогда на потом. Подкопим. И вернемся к тебе. Вот у нас она появилась. Требуется уголь теперь уже. Хорошо. Пойдем сначала тогда доберем еще десять единиц. Железо. И потом посмотрим, что у нас будет идти дальше. Слушай, я могу, интересно, знаете, как поступить? Допустим, взять тебя и поставить сразу лестницу. К тебе она цепляется. Да, она здесь зацепилась. Здесь как вариант... Ну, да, тут можно копать и просто делать большой длинный спуск. Потом уже с помощью полов, фундаментов мы будем делать выходы направо-налево. Ну, потому что иначе мы здесь охереем копать, а охереем-то все это потом просто вылезать. Это будет максимально неудобно, непрактично, некомфортно. Ну, то есть все не самое хорошее. Сколько у нас сейчас железа на 48 штук есть, да? Давай-ка подобываем еще немного где-то здесь по сторонам. А что нам показывает наш датчик? Ну, вот здесь его навалом, да. Мы находимся в правильном месте. Очень радует тот факт, что здесь нет порчи инструмента. То есть, видите, у нас он не ломается. То есть прокачивать по технологиям, видать, мы сможем его. То есть у нас он будет железный, стальной и так далее. Вот, но... Главное, это все у нас идет без порчи. Это меня радует, определенно. Сейчас подобываю здесь еще немного. Сколько у нас уже? 56 штук есть? Ну, нормально. Да, обязательно, походу, будет плохо. Прямо очень плохо. Их надо научиться изготавливать. Либо ставить факел. Я там, кстати, видел у нас, около кровати, стоит факел. По технологиям, как бы, вроде открыт уже. Вот, надо только его поставить. Но если я успел быстренько, когда по нему проводил, там был нарисован уголь. То есть нам надо сейчас начать его добывать. Нужен уголь. И что там еще? Сейчас посмотрим. По-моему, железо, да? У нас это было. У нас это было вот здесь. Вот он. Да, уголь, железо. Проблема еще в том, что здесь действительно придется покопать. Вы посмотрите. Так легко и просто ты здесь его не найдешь. Опа-на! Уголь. Прямо около нас. Прямо в нашей шахте. Это просто фарт. Офигеть. Спасибо, Боженька. Ты нам прямо сэкономил очень много времени. Думаю, сейчас будем опять брать радар в руки. Бегать, искать. Где, как, куда. Единственное, что надо сейчас нам сделать обязательно, это поставить дальше сюда лестницу. Чтобы мы могли потом как-то с комфортом забраться. Потому что здесь нам, видите, прям в прямом смысле приходится прыгать. А так вот какие-то дополнительные зацепы, спуски у нас будут. Еще немного подобываем. Наверное, вообще по правую сторону пойдем. У нас получается... А, с правой стороны у нас железо, а там в глуби у нас будет находиться уголь. Давай, вот тут кусочки заберем. И прогуляемся вот сюда. Можно будет себя как раз, да, протянуть пол и на него поставить освещение глобальное. Ищем угольдач. Сколько мы его добыли? Восемь штук. Маловато. Не могу понять, что все-таки у нас за синяя полоска. Что у нас она дает. Это явно не еда-вода. Это прям 100%. То есть грибы есть, но они нас больше хилят и просто как пища идет. Может быть, какая-то, не знаю, магическая защита или мана. Фиг знает. Копаю, копаю. А угля как не было, так и нет. Походу я рано начал радоваться. Ну-ка. А что наш вообще радар говорит? Если мы его переключим сейчас на уголь. Ну, где-то... Где-то, наверное, вот здесь, да? Окей, попробуем. Лопаты, наверное, здесь не так удобны. Видите, она для выравнивания территории. Терраформинг ткавого. Во, появился родной. На шлем у тебя. Я вообще копал в другую сторону. У нас печерка, посмотрите, какая хирить, уже прокопана. Копатель онлайн, блин. Если что, можно будет вертикальные, ну, вот эти штурмовые лестницы накидывать. И спокойно подниматься, если прямо совсем где-то вглубь мы закопаемся. Здесь уже земля поменялась. Там она была такая более коричневая. Здесь уже прямо как какой-то гранит начинается. Да не, нифига подобного вообще. Просто уголь закончился, вы понимаете? У нас его суммарно выбито только 22 штучки. И все. Сколько здесь ни копай, просто нет. Хотя датчик... Говорит, что мы явно находимся в нужном месте. Потому что он намного глубже. Прямо, вы смотрите, вниз копаю, а он все появляется и появляется. Видать, да. Тут самое главное, найти жилу эту. Потом будет проще. Что-то прямо закопался так, что даже не вылезти уже. Наверное, потребуются уже лесенки. О, хорошо. Так явно лучше. Думал сначала просто пробуриться, но нет. Это прямо очень тяжело. Оставляем. И ее пускай будет здесь. У нас сейчас есть около... Ну, чуть больше 40 единиц. Предлагаю уже вернуться к дому и попробовать... Где наш вообще дом? Держи, стоп. Я что-то вообще потерялся в этой пещере. Мы копали... А, вон она, с той стороны. Да, тут не мудрено потеряться на самом деле. Надо будет ставить платформу, надо будет ставить освещение. Как маркеры. О, господи, для нее жили ты мой. Мы выбрались. Сейчас что-нибудь поставим новенькое, классное, крутое. Нам надо будет установить, получается, тебя. Печку для переплавки. Значит, мастерскую мы, ну, допустим... Плавилки сюда сейчас выведу. У нас дерево еще есть. Поставим несколько фундаментов. Вот эти. А, у нас дерева совсем мало осталось. Как вы думаете, чем я буду сейчас заниматься? Правильно, пойду рубить древесину. Да, уже надо. Не надо, мужик, тебе оно не нужно. Пожалуйста. А ты гад. Ах ты свинья. Все, отъехал. Забрали кабанчика. Слушайте, не знаю, как вам, но мне прямо игра заходит. Простенькое, казалось бы, но заморочек здесь достаточное количество. Тем более, опять же, ранний доступ, все дела. Но даже этого контента, который здесь уже есть, достаточно для того, чтобы скрутать как несколько вечеров-то точно. Все, последнее дерево добиваем. У нас 150 дне из древесины. Нам этого хватит. Да, что касается насчет наших приключений, ну там видно, да, огромные башни. Явно надо будет идти куда-то к ним. Изучать, смотреть. Ну, это прям большое приключение. Явно не сейчас. Мы к этому не готовы. Так, а где наш дом? Подождите, стоп. Не понял. А, вон он, внизу. Дом. Милый дом. В смысле, с дерева полкабан? Ты что, на приколе? Бог ты мой. Ладно. У него там, походу, свои правила, своя игра. Не будем ему мешать. Добавляем сюда еще блоки. И здесь тогда поставим плавилку нашу первую. Где у нас она находится? Вот она идет. Так, а ты какой стороной плавишь? Ну, скорее всего, наверное, вот так, да? Поставить раз. Нам вообще хватит одной, интересно, или нет? Посмотрим. Так, производство железа. Производит два к одному. Значит, тогда закидываем тебя. И нам нужно топливо. А на дровах работаешь? Работает. О, шикарно. Я думал, вдруг потребуется только уголь. Пускай плавит. Не будем мешать. Пойдем пока разберем вот эту хрюкающую фигню под нашим домом. Готов. Все. Плюс еда. Шикарно. Плавилка у нас появилась. Следующее, что мы можем поставить, это у нас идешь вот... Маркет, получается. А, мы железо закинули, все. Стоять. Это мы забрали. Это мы пока уберем. Сейчас поставим его, а потом уже все остальное. Так, вот у нас он находится. Темно, конечно, стало. Я бы Маркет поставил где-нибудь вот здесь, наверное, с этой стороны. Или даже вот здесь. Но сперва это потребуется поставить еще пачку фундаментов. Давайте это сделаем. Во. Отлично. Ну, в любом случае, да. Здесь, конечно, придется это все дело перелопатить. Очень-очень много раз. Что у тебя здесь идет? Ты покупаешь и продаешь. Даже пистолет есть. Офигеть. 40 тысяч стоит. Ключи от замков, от лесов, спидруны. Угу. И золотые монеты. А по чем ты покупаешь, интересно? Сорокет за мясо. За грибочек. Единица. За траву. Четыре. За эту траву два. За уголь. Четыре. Земля. А, точнее камень один. Дерево один. Железо. Шесть. Неплохо. Переплавленная сотка. А, здесь даже можно... А, это суммарно. Это суммарно. Весь стак у нас уйдет за такую сумму. То есть 100 монет. Понял. Пока ничего не будем ни покупать, ни продавать. Стамина. Стамина. А, все-таки я так и знал, да. Синий это мана. То есть у нас будет как раз таки она тратится на какое-то, наверное, колдовство. Или что-то еще. Что мы будем дальше ставить? Нам требуется... Это с вами два блока. Котел мы поставим где-нибудь около дома. Вот здесь, допустим. С этой стороны. По приготовлению. Бог ты мой. Требуется черепа орков. Требуются грибы. А, грибы у нас были. Грибы есть. Дрова есть. Все. Что, уже готово, что ли? Да, два грибочка готово. Ну-ка. Восстанавливать 10 хп. А, один гриб одну единицу. Слушай, это хорошая хилка получается. Их можно будет продавать. Ну, здесь, видите, у нас еще идет приготовление мяса. Как раз таки из кабана. Но единственное... Мясо здесь уже разделанное. Ноги, рульки, это все дела. А у нас тогда потребуется для этого разделочный стол. Хорошо. У нас что-то есть там еще по заданию, что мы выполнили? Здесь мы все сделали, собрали. Здесь пока пусто. Ну, комбат, понятно, тоже пусто. Фабрика пропуск. Здесь кристаллы алмаза требуются. А здесь требуется руда. Угу. А, точнее, стоп, это не руда. Это уголь у нас требуется. И 30 железной руды. Мы получим еще косарик. Ну, почти косарик. Ясно. Самый главный вопрос. Подождите. Я хотел бы, во-первых, закинуть туда наплавку и производство. У нас здесь была железная кирка. Что она требует? А, требуется еще прокачать его на второй уровень. Ё-моё. А прокачка у нас вот здесь. Стоит 3000 монет. Надо формануть. Так, не забываем, наверное, про то, что еще требуется сюда перекинуть наплавку. Пускай сразу все переделывается. А новые руды мы уж явно соберем. Далее, по технологиям. Что мы можем еще здесь добавить? Только разве что освещение. А турель требует шестеренки. Прямо замарочка. Я думаю, ладно, это уже оставим на следующую серию. Либо на следующий стрим. Для ознакомления более чем достаточно. Построили, выживаем. Надо заняться декором. Надо заняться оформлением деньжат. Сделаем всякие заборчики. Поставим для них, ну, какие-то небольшие навесы. Маленькие домики. Как-то это все дело скомпонуем. Поставим освещение. Шахту. А тут, походу, мы вообще не будем вылезать. Ох, она бесконечная. Она просто бесконечная. Но игра мне определенно понравилась. Надеюсь, вам тоже поддержите лайкосом. Всех обнял, поднял. Пока.